В масштабах космоса планеты всего лишь песчинки, играющие незначительную роль в грандиозной картине развития природных процессов. Однако это наиболее разнообразные и сложные объекты Вселенной. Ни у одного из других типов невестных тел не наблюдается подобного взаимодействия астрономических, геологических, химических и биологических процессов. Поразительное разнообразие масс, размеров, состава и орбит заставило многих задуматься об их происхождении. В 1970-е годы формирование планет считалось упорядоченным, детерминированным процессом, своего рода конвейером, на котором аморфные газопылевые диски превращаются в копии Солнечной системы. Но теперь нам известно, что это хаотичный процесс, предполагающий различный результат для каждой системы индивидуально. Родившиеся планеты выжили в хаосе конкурирующих механизмов формирования и разрушения. Многие объекты погибли, сгорев в огне своей звезды или были выброшены в межзвездное пространство. Каждая планета, в течение тысячи лет бьется за свое место. Непревзойденные титаны различных систем — это газовые гиганты. О них мы и поговорим сегодня. Как нам уже известно, газовые гиганты — это планеты, состоящие в значительной мере из водорода, гелия, аммиака, метана и других газов. Планеты этого типа имеют небольшую плотность, краткий период суточного вращения и, следовательно, значительное сжатие у полисов. Их видимые поверхности хорошо отражают или, иначе говоря, рассеивают солнечные лучи. Модели внутреннего строения газовых планет предполагают наличие нескольких слоев. На определенной глубине давление в атмосферах газовых планет достигает высоких значений, достаточных для перехода водорода в жидкое состояние. Если планета достаточно велика, то еще ниже может размещаться слой металлического водорода. Предполагается, что газовые планеты имеют также относительно небольшое каменное или металлическое ядро. И у этого есть объяснение, которое мы рассмотрим чуть позже. Как показали измерения спускаемого аппарата «Галилео», давление и температура быстро растут уже в верхних слоях газовых планет. На глубине 130 километров в атмосфере Юпитера температура составила около 145 градусов Цельсия, а давление 24 атмосферы. Все газовые планеты Солнечной системы излучают заметно больше тепла, чем получают от Солнца вследствие выделения гравитационной энергии при сжатии. Также нам уже известно, что в атмосферах газовых планет дуют мощные ветры со скоростями до нескольких тысяч километров в час. Скорость ветра на экваторе Сатурна, к примеру, составляет 1800 километров в час. Имеется постоянное атмосферное образование, представляющее собой гигантские вихри. Например, большое красное пятно, размером в несколько раз больше Земли. На Юпитере наблюдается уже более 300 лет. Имеется большое темное пятно на Нептуне. Более мелкие пятна на Сатурне. Газовые гиганты поистине интереснейшие объекты. Однако вопросы остаются открытыми. В каком порядке появляются газовые гиганты в системах? И как они формируются? В этом нам поможет разобраться система HR-8799, звезда в созвездии Пегаса, которая находится на расстоянии 129 световых лет от Солнца. Исследование проливает свет на происхождение сложных планетарных систем, содержащих большое количество планет-гигантов. Посредством телескопа Спицер исследователи узнали свойства газа во внутренней части газопылевых дисков этих звезд, примерно совпадающие по размеру с Юпитерианской орбитой. Выяснилось, что масса газа вокруг этих звезд незначительна. Она составляет только 10% массы Юпитера. Это свидетельствует о том, что газовые гиганты в проанализированных системах уже сформировались на ранних этапах развития системы. А если таких планет там нет, то они уже не возникнут никогда. Исходя из схожести рассмотренных звезд между собой, а также Солнцем, можно сделать вывод о том, что в звездных системах типа Солнечной, газовые гиганты возникают вскоре после начала формирования их родительской звезды раньше, чем появляются другие планеты. Если это так, то как именно они формируются? На сегодняшний день известно две теории формирования газовых гигантов. Последовательная аккреция и гравитационная неустойчивость. Теория гравитационной неустойчивости утверждает, что газовые гиганты формируются из-за внезапного гравитационного коллапса в наиболее плотных и холодных областях протопланетного диска. Но все же более логичной теория последовательной аккреции. Она состоит в том, что крошечные частицы пыли слипаются в крупные объекты. Если такой объект набирает достаточно массы, он притягивает к себе много газа и превращается в газовый гигант наподобие Юпитера. А если нет, в каменистую планету или ледяной гигант, как Земля или Уран. И действительно, похоже, что даже гигантские планеты начинали свой карьерный рост с пылинок – пепел давно умерших звезд. Дело в том, что с удалением от новорожденной звезды температура газа падает, проходя через линию льда, за которой вода замерзает. В нашей Солнечной системе эта граница отделяет внутренние твердые планеты от внешних газовых гигантов. Скапливаясь, частицы сталкиваются и растут. Некоторые из них прорываются за линию льда и продолжают миграцию внутрь. Нагреваясь, они покрываются жидкой грязью и сложными молекулами, что делает их более липкими. Некоторые области настолько заполняются пылью, что взаимно-гравитационное притяжение частиц ускоряет их рост. Подобно снежному кома. Так, однажды Юпитер по размеру с нашу планету накопил еще около 300 земных масс газа. Но как же так вышло, что Юпитер – газовый гигант, а наша планета нет? Прежде всего, расстраиваться не стоит. Внушительный рост Юпитера обусловлен различными конкурирующими механизмами, в том числе и местоположением в нашей системе. А происходило все следующим образом. Гравитация зародыша притягивает газ из диска, но сжимающийся к зародышу газ выделяет энергию, и чтобы осесть, он должен охлаждаться. Следовательно, скорость роста ограничена возможностью охлаждения. Если оно происходит слишком медленно, звезда может сдуть газ обратно в диск, прежде чем зародыш образует вокруг себя плотную атмосферу. При этом, рост зародыша, его миграция и потеря газа из диска происходят почти в одном и том же темпе. Какой процесс победит? Зависит от сгенерированных обстоятельств. Или, проще сказать, везения. Возможно, несколько поколений зародышей пройдут через процесс миграции, не будучи способными завершить свой рост. За ними из внешних областей диска к его центру движутся новые партии материала для роста. И это повторяется до тех пор, пока в конце концов не образуется газовый гигант, или же пока весь газ не рассеется. И газовый гигант уже не сможет сформироваться. Итог всех этих процессов зависит от начального состава вещества. Примерно треть звезд, богатых тяжелыми элементами, имеет планеты типа Юпитера. Возможно, у таких звезд были плотные диски, позволившие сформироваться массивным зародышем, у которых не было проблем с теплоотводом. И, напротив, вокруг звезд, бедных тяжелыми элементами, планеты формируются крайне редко. Да, газовые планеты разнообразные и сложные по своей природе. У нас всего четыре таких планеты, но они предлагают богатое поле для исследований. К тому же выступает еще одним пазлом в понимании формирования нашей системы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok